МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гитарист, композитор, продюсер, певец и руководитель фестиваля «Мамакабо». Тимур Ведерников. Громкие продолжительные овации с переходом в истерику. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что пришли к нам в студию. И всем, кто сидит сейчас у телевизора. Привет. Да. Можете похлопать по телевизору прямо. Я вам на всякий случай, если вы первый раз смотрите нашу программу, говорю, что сюда в прямой эфир к нам можно дозвониться буквально в любой момент по телефону 645-9297, не забыв при этом код «Москва-495». Еще раз. 645-9297. Это вот зачем может пригодиться вам. Во-первых, можно задавать вопрос. У нас программа такая, что прямо вот вопросы приветствуются. Про любое... на любую тему, о которой зашла речь. И за лучшие вопросы мы сегодня будем давать призы, как всегда. И вот самый лучший вопрос сегодня будет вознагражден вот такой блок флейты фирмы «Хонор». Наш гость, правда, на ней играть не умеет. Не, ну почему? Умею. Умеешь? Ну просто боюсь, к музыке это будет мало иметь отношения. А в принципе-то любой человек может сыграть на любом инструменте. Ну она тебе, по крайней мере, нравится? Ну, как флейта, да. Помолчали. Хорошо. Таким образом, звоните нам сюда в эфир, задавайте ваши вопросы, и будет вам и ответ интересный, и, возможно, приз. А сейчас резко переходим к музыкальному номеру, чтобы понять, какой величины артист к нам сегодня пришел в студию. Тимур, пожалуйста. Тема сегодняшнего семинара «Как один человек может играть так, что этого будет, в принципе, достаточно». Скажу сразу, никак не может. Всегда нужна помощь зала, потому что вместе с вами всегда будет достаточно даже действительно меня одного. Поэтому сейчас я сыграю песню, которую я, в принципе, уже у вас показывал на семинаре, но в ней сразу все понятно. Это такой рок-н-ролл, написал Андрей Козловский, называется он «Не горюй». И вот прямо вместе с вами мы сейчас сходу-то возьмем, так сказать, «Быка за рога». Вы присоединяйтесь в каком виде? Конечно же, нужно хлопать, нужна срочно ритм-секция. Поехали, в слабую долю. Саня, держи микрофон. Таким образом мы делаем ритм-секцию, а она нам очень пригодится. Ну и поехали! Саня, держи микрофон. Зима, когда та, от которой ты сходил с ума, Свою смену к тебе залет бокалом вина. Не гори о ней и не стой у окна. Не кури сигарету от одной, одна, А бери гитару и пошла на дна. Она не земля, она не луна, Она не тебе, не себе неверна. Она в любого, кто ближе, навек влюблена. При таком раскладе она не будет спать одна. Так не гори о ней и не стой у окна. А бери гитару и пошла на дна. Не гори о ней, не гори о ней, Не гори о ней, не гори о ней, Не гори о ней с нами, пою рок-н-ролл. Не смотри в холодильник, в нем нет ни хрена. Я был в поразильнике, я трогал лед, Я видел, как пьют, когда жизнь холодна. Я даже знаю того, кто уже не пьет. Было время, и он стоял у окна, А после взял гитару и пошла на дна. Будет трудно включить или выключить свет. Жизнь буфенчица подымет плакат, Пива нет, и последний посетитель Давно упал под стол. Ты не горюй, забудь, а не играй в свой рок-н-ролл. И покуда цела хоть одна струна, Ты бери гитару и пошла на дна. Не горюй, не горюй, не горюй, Не горюй, не горюй, не горюй, И сами пою рок-н-ролл. Гитару и пошла на дна. Гитару и пошла на дна. Не горюй, не горюй, не горюй, Не горюй, не горюй, не горюй. С нами пою рок-н-ролл. Под зажог. Прекрасно. Ну и теперь, значит, когда бык за рога взят, Переходим к обсуждению. Еще раз напоминаю, дорогие телезрители, Что вы тоже можете участвовать в обсуждении, Всего лишь нужно дозвониться по телефону 645-9297 сюда в прямой эфир И задать вопрос, интересующий вас, Или высказать свое мнение по поводу того, О чем мы тут говорим. Итак, Тимур, первый вопрос, я думаю, такой, Перед тем, как мы начали разбираться, из чего все это состоит. Вопрос такой, а вот зачем вообще этим заниматься? В какой момент ты решил именно в это амплуа перейти? Ты ведь участвовал и в различных ансамблях, И в мюзиклах, и где только не участвовал, да? Вот почему возникло желание, как бы, послать всех на? Ну, на самом деле, тут я думаю, что ситуация такая. Очень часто возникает история, Когда действительно коллективом играть сложно по многим вопросам, Начиная с каких-то, может быть, психологических совместимостей, Несовместимостей, с каких-то, может быть, финансовых трудностей, Потому что часто на гастроли с трудом берут коллективы большие, да? Ну, если только это там не какая-нибудь звезда, Когда там уже по барабану, сколько с ним едет народу. Но это, конечно, на самом деле такие причины, не главное. А самая главная причина всегда была интересна. И меня привлекали всегда музыканты, Которые могут что-то выйти и сделать убедительно в одиночку. То есть тогда, когда вот есть музыкант, инструмент, Может быть, какие-то приборы, потому что сейчас... Как говорил царь Пётр о бояре, пусть читают без бумажки, Чтоб каждого дурь была видна. Во! Абсолютно верно. Чтоб каждого дурь была видна. Дури обычно всегда хватает. И вот это сочетание внутреннего драйва какого-то, Плюс неких технических приёмов, Позволяет, в принципе, держать концерт. Хочу сказать, что у меня был опыт, когда я играл в городе Урюпинск. То есть это правда. Есть такой город, да. Был такой у нас тур с Касперским. И там была ситуация, когда было несколько коллективов, В том числе группа Самоцветы, Выступавшая, естественно, под фонограмму минусовую. А я выступал с гитарой один. 15 тысяч человек народу. Видимо, весь Урюпинг собрался. И там я ощутил, что если у тебя правильно подзвученная гитара И правильно выведенная в портал, И когда у неё есть, не знаю, вниз, Когда у неё есть вверх, Когда на ней можно там. И получается, уже ты и закачала всю эту толпу, Она гораздо веселее прореагировала, Чем потом на выступление. То есть Самоцветы, в общем, своей фонограммой покурили. Нет, не покурили, они тоже сделали своё дело, Все повеселились. Но всё-таки вот это взаимодействие было гораздо интереснее. Ну, мне так кажется. А теперь нет-нет, да ты и подумываешь, А не поехать ли мне в Урюпинск? Да, у меня даже майка такая. Брошусь, уеду в Урюпинск. Оттуда привез. Вот. Ну, то есть, фактически, это такой эксперимент над собой, да? Затянувшись. Кстати, сколько времени ты уже вот... Ну, я уже в таком свободном плавании уже, по-моему, лет шесть. Наверное, лет шесть. Вот. Ну, в принципе, я давно этим занимался. Да, вот просто с тех пор, как я услышал гитариста Томми Мунель, увидел его видео. Я думаю, очень многие гитаристы и в нашей стране, да и вообще в мире, после того, как увидели его запись, которая называлась, по-моему, «Концерт Сент-Луис», не помню. Вот. У них у всех перевернулось представление о том, как можно играть на гитаре, что из этого можно делать. Вот. Вот это было для меня таким толчком, когда я вот решил попробовать всё-таки выжать из гитары максимум. Конечно же, я ещё не достиг тех результатов, о которых можно говорить серьёзно, но вот как-то по этому пути иду и, в принципе, могу какие-то вещи просто уже подсказать, потому что я уже там чуть дальше. Понятно. То есть у Тони Эммануэля, кстати, первое, с чего начинается концерт, показывает сцену, да, на которой предметов даже меньше, чем у тебя сейчас вокруг. То есть там стул, комбик, гитара и всё. Ну и нет, у него стоит трек «Обработок». Да, действительно. Я сейчас вот давайте, если мы сейчас к технической стороне вопроса подойдём, я сейчас вот первую песню показал с использованием «Лупера». Да, то есть, когда ты играешь один, не всегда тебе удаётся, как великому и могучему Тони Эммануэля, сделать оранжировку так, чтобы ты мог сыграть и соло, и компанемент одновременно. Очень часто в этом помогает «Лупер». Потому что ты поёшь песню, и ты можешь во время исполнения песни записать тот же куплет, например, потому что обычно как? Куплетно-припевная форма, и соло играется обычно на куплет, да? Вот можно в принципе это сделать. Ну, так поясним, на всякий случай, что «Лупер» – это от слова «луп», то есть «петля». Да, абсолютно верно. Ну, например, знаете, вот сейчас попробую показать кусочек песни. О, какой пустяк, тонуть в страстях, просто глупо и не боле. Кто подумать мог, в какой комок сердце съелжится от боли? Вот какой пустяк, но всё пройдёт, всё снова обойдётся. Тот, чьём сердце мрак напрасно ждёт, он прощения не дождётся. Тот, чьём сердце мрак напрасно ждёт, он прощения не дождётся. Тот, чьём сердце мрак напрасно ждёт. И можно продолжать уже дальше песню, куплет. Кстати, хотел тебя давно спросить. Ну, то, что это Жабим и произведение «Хафин Сенситив», это всему прогрессивному человечеству известно. А слова кто написал? Алексей Ивашенко. Хорошо, продолжаем разговор. Это мы поняли. Это такой маленький приборчик, полезный, недорогой. Да, и в общем-то с ним можно... Делает из человека два. Да, делает из человека два. Например, если ты играешь так... Ну и вот поехали, уже можно петь какие-то песни. Изгиб гитары желтый, ты обнимаешь нежно. Можно наложить аккомпанемент гитарный. То есть человека уже три. Да. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ну как-то так. Тимур Ведерников и его дрессированный лупер. Понятно. Ну то есть и можно там перкуссию забить, кстати. Вот это уж покажи, да. Вот тоже интересно, как из гитары. Не все знают, что на ней можно еще и так играть. Ну если в гитарке есть микрофон, правда мне для этого лучше поменять гитару. Сейчас давайте тогда это проделаем. Лучше не надо, а то уже рекламная пауза. Да хотя бы так это расскажи словами, что надо делать. Ну действительно, гитара может быть абсолютно перкуссивным инструментом. И это также наглядно продемонстрировал и Томми Мунель. Есть время, меняй. Есть, да, время? Отлично. Время минуты есть, давай вперед. Абах, вот так не надо менять. Да, у нас... Звукорежиссер нервный. Не надо усугублять. Если можно, кстати, чуть погромче, то есть потише сделать микрофончик. Да. Просто она более подзвучена. Кстати, это гитара, которую мне подарил, собственно, сам Томми Мунель, после того, как мне удалось его пригласить в Москву, в России. Он сначала был на фестивале «Мама Кабовка» в Тебели. А потом как-то мы задружились, и он узнал, что я, оказывается, не только организатор, но и гитарист. И вот в какой-то момент вдруг привез мне эту гитару. Про нее отдельно расскажу, может быть. Показывай уже. Сейчас покажу. То есть, понятно. Вот, вас бочка. Одна минута, Тимур, осталось. Давай. Поехали. Да. А что мы не играем там? А, я же забыл. Я же туда его не включил. Тогда играем про. Дьявол. Поехали. Раз, два, три. Ну, как-то так, примерно. Великолепно. Ну, в общем. Пока не очень это. Вы поняли, да, что можно фактически при некотором навыке из гитары извлечь все мыслимые ударные звуки, и малого барабана, и бочки, и хэт, и все на свете. Из этого сделать ритмический рисунок. О дальнейшем вы узнаете после невероятно интересной рекламы и паузы на канале О2. Не переключайтесь, мы еще только начали разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин